МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновск. Здравствуйте! Смотрите в нашем выпуске. Ремонт поликлиник в городе и селе, как проходит модернизация медицинских учреждений. В Международный день семьи в Ульяновске чествуют молодых родителей и сельские семьи победители регионального конкурса. Праздник вкуса и хорошего настроения фестиваль плова собрал в Ульяновске 45 поворотов. Модернизация медицинских учреждений в регионе обсудили на штабе по строительству. Сейчас завершаются работы в Заволжской поликлинике номер 5, ремонт там ведется в помещениях на первом и третьем этажах. За год в учреждении заменили системы водоснабжения, вентиляции, канализации, электроосвещения. Отремонтировали кабинеты в рентгенотделении, а также кабинеты эндоскопии, УЗИ и функциональной диагностики. Кроме того, выполнены отделочные работы. Осталось завершить работы по подключению заземляющего кабеля в рентген-кабинете и завершить пусконаладочные работы по вентиляции. Это планируется выполнить до вторника следующей недели. Также ведется устранение мелких замечаний, которые были выставлены в больнице, и все помещения готовятся к полноценной комплексной передаче больниц. И работы завершены. На следующей неделе планируем оттуда выйти. Кроме того, глава региона поручил ускорить возведение детского инфекционного корпуса в Заволжском районе. Его готовность уже составляет 63%. Сейчас завершается прокладка наружного водопровода и системы водоотведения. Монтируется внутренняя система вентиляции. Отставание по объекту сейчас на 4 месяца по инженерным сетям. По строительной готовности по принятию вместе с обустройзаказчиком решение с опережением работ домонтажа и инженерных сетей. Пытаемся нагнать, но отставание сейчас полтора месяца. Проблематика одна. У нас не удается проектной документации в полном объеме для производства работы. Сейчас в инженерной сети проектная документация срок 25.05. Также продолжается ремонт поликлиники Барышской районной больницы. В пятиэтажном корпусе учреждения меняют оконные блоки, ведут отделочные работы на первом и втором этажах. А после ремонта в порядок также планируют привести территорию всех трех больничных комплексов. В Ульяновской области ремонтные работы по дорожному нацпроекту продолжаются. Ударными темпами сейчас перешивают одежду на трассе Димитровград Старая Сахча у села Бригадировка в Меликесском районе. Регенерация дорожной одежды с использованием цемента, причем с применением как старых, так и новых материалов, в 6-сантиметровый асфальтовый пирог. Эксперты-дорожники добавили еще щебень и песок. Таким образом покрытие получается плотным и долговечным. Работы на этом участке сейчас завершены на 50%. Уложен асфальт на площади 19 тысяч квадратных метров. Использовано 3000 тонн асфальта бетона. Проведена регенерация на площади 47 тысяч 120 квадратных метров. На данный момент на этом участке остается только завершить работы по укладке покрытия и укреплению обочин. Все работы, по словам дорожников, будут выполнены в срок. Сегодня в Международный день семьи в Ульяновской области объявили итоги регионального конкурса «Семья года». Теперь победители отправятся в Москву, чтобы показать свои крепкие семьи. Подробности в материале Марина Тимофеевой. Музыка объединяет, а любовь скрепляет. В семье Поляковых пятеро детей. Каждый сразу входит в пляс, когда отец берет в руки гармонь. И сегодня перед итогами конкурса «Семья года» без волнения, потому что нота вновь подобрана правильно. Мы очень дружная семья. И вот эти конкурсы, они на самом деле очень сплачивают. Есть общая цель, общие интересы. В этом году региональный конкурс собрал 135 семей. Они хранители традиций. Среди них и те, кто не боится преодолевать сложности. И те, кто уже прошел вместе больше 30 лет. Но сегодня в Карамзинском зале областного правительства собраны победители двух отборочных туров. И среди них вновь объявят лучших. По хорошей сложившейся традиции, именно Международный день семьи, мы в 19-й раз подводим итоги регионального этапа конкурса «Семья года». А на всероссийском уровне уже седьмой год подряд оказываются в числе победителей в абсолютно разных номинациях неизменно оказываются наши ульяновские семьи. Золотая сельская «Молодая» всего шесть номинаций и 25 претендентов на победу. В номинации «Многодетная семья» стали семья Поляковых, жители Ульяновского района. Теперь семьи победителей шести номинаций отправятся на финал всероссийского этапа в Москву уже этой осенью. Уже на сегодня видно, что уровень подготовки и участия в этом конкурсе у семей совершенно другой. Это и проектная деятельность, это и творческие способности, и музыкальные способности. Поэтому в этом году, как и в прошлом, на ульяновской земле из столицы финалистов регионального этапа ждут только с победой. Марина Тимофеева и Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. В Ульяновске появилась аллея педагогов и наставников. Ее заложили сегодня на территории 101-го губернаторского лицея. Там высадили 14 саженцев. Каждое дерево носит имя одного из выдающихся учителей. По замыслу создателей аллеи, она должна напоминать ученикам, школу и другим горожанам о своих любимых педагогах. Это аллея воспоминания и место почета тех людей, которые нам дали, для кого-то дадут путевку в жизнь. Деревья сажали большой командой ученики губернаторского лицея, его учителя, администрация педагогического университета и глава города Александр Балдакин. Само же мероприятие приурочили к году педагога и наставника в знак признания сложнейшей профессии. Сегодня мы сажали аллею педагогов. Мы надеемся, что это останется самой хорошей традицией в нашем лицее и будет передаваться из года в год. В планах увеличить количество таких памятных мест во всем городе, ухаживать за аллеей у 101-го лицея будут сами ученики образовательного учреждения. Региональный этап чемпионата «Обилимпик» стартовал сегодня. Церемония прошла в театре «Кукол». Здесь участникам показали спектакль «Ханума». Сами состязания будут проходить весь май. В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Более 150 человек. Школьники от 14 лет, студенты и взрослые. На соревнованиях они продемонстрируют экспертам свое профессиональное мастерство по нескольким десяткам компетенций. Столярное дело, товарское дело, кондитерское дело. То есть это конкурс рабочих профессий. Но в том числе есть и творческие компетенции, такие как бисерплетение, вязание крючком. Там, где ребята, в принципе, могут проявить себя уже в индивидуальной деятельности. Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – это часть президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение «Обилимпикс» мотивирует их к получению профессионального образования. Кроме того, содействует трудоустройству, социокультурной инклюзии в обществе. Учитель начальных классов. Буду показывать фрагмент урока «Симптизация знаний». Интересно попробовать себя в чем-то новом, набраться опыта в дальнейшем, чтобы было проще работать. Основными площадками соревнований станут Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна, Димитровградский технический колледж, а также авиационный колледж. Победители регионального этапа отправятся на национальный чемпионат «Обилимпикс», который состоится в октябре в Москве. К слову, ульяновские ребята уже не раз завоевывали на нем призовые места. В Ульяновске в парке Прибрежный прошел ежегодный фестиваль плова. В этом году он приобрел статус международного и расширил не только число участников, но и меню. На праздники вкуса и хорошего настроения побывала Елена Гончарова. Праздничный с изюмом, ташкентский с яйцом, охотничий с нутом, а еще узбекский, веганский и даже с перепелами. Рецептов не перечесть. Кто-то готовит онлайн, а кто-то творил накануне. Пол восьмого узнали вечером. Побежали, приготовили. Сейчас закончили, в два или и в пять, в семь часов уже были. У Слады глаз восторг для обоняния. Баран на вертеле побил рекорд зрительской поддержки. Но гвоздь программы, поэлья от настоящего каталонца, оказалась вне конкуренции. Ульяновцам Джоан раскрывает секреты рецепта на чистом испанском. Зрители ловят каждое слово. Этот фестиваль – отличный повод показать ульяновцам другой вид работы с рисом, с морепродуктами, потому что, по сути, поэлья – это плов с морепродуктами. Готовить поэлью может научиться каждый. Но я готовлю ее 41 год. И до сих пор учусь, потому что совершенству нет предела. Белоснежный китель сверкает на солнце. В ход идут креветки, кальмары и мидии. А еще сладкий перец и частица души кулинара. Вот главный секрет успеха – делится каталонец. Парадокс или нет, но этот ингредиент присутствует здесь в каждом рецепте плова у каждого участника фестиваля. Так как у нас Ульяновск многонациональный, мы всех приветствуем, в том числе и представляем кавказскую культуру. Не хотите найти секрет кавказского плова? Душе. В том темпераменте, к которому он готовится, с какой душой, любовью. Это отношение к мясу, к специям, чтобы они подружились. Именно дружба позволила совету отцов Ульяновска провести этот праздник. Уже в третий раз они здесь, в Прибрежном. И размах впечатляет. В этом году участников 45. Гостей – тысячи, но цели просты, пояснил Юрий Мухин. Прекрасное настроение, общение, ну и, конечно же, вкусные блюда. Но в первую очередь, это поддержка семейных ценностей, потому что мы видим, что в конкурсах участвуют отцы. У тех, у кого есть дети, это основное. В жюри шеф-повара ресторанов Ульяновска, победитель прошлогоднего фестиваля и главные отцы области. Вкус, консистенция, аромат и подача – все фиксируют на бумаге. У многодетной семьи я в деле, мне прям очень зашел, он прям мягкий. Вот прям вот мясо, как говорят, мясо тает во рту. Вот оно реально тает, очень круто. И все. Ну, для меня это 5 баллов сейчас. Ну, сейчас еще впереди почти 30 с чем-то участников, поэтому я думаю, может, кто-то и перебьет. И таковые нашлись. Победителем фестиваля стала команда «Ульянка». Кроме вкуснейшего плова, они угощали гостей и русским национальным блюдом. Вне конкурса и со сгущенкой. Это блин. Он вкусный. Ты любишь блины? Да. Молодец. Блины, плов и другие деликатесы после работы жюри дегустировали все желающие. На будущий год Совет отцов пообещал провести фестиваль вновь. Скорее всего, здесь же, под сенью легендарного метеора. Елена Гончарова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. И о погоде, какой она будет в ближайшие сутки, об этом вы узнаете через несколько секунд из информации синоптиков Ульяновского экдрометцентра. Я же с вами прощаюсь до завтра. Приятного вам вечера. Едут! Едут! Та самая рыба Камчатского края снова в барыше. Только с 16 по 18 мая. Рыбные деликатесы. Красная и черная икра. Скидка 10% пенсионерам в утренние часы. ТЦ «Радуга». Та самая рыба Камчатского края. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный дождь. Локально гроза. Ветер ночью северный, слабый. Днем северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью по области плюс 2, плюс 7. Ульяновский плюс 4, плюс 6. Завтра днем по области плюс 19, плюс 24. Ульяновский плюс 21, плюс 23. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин